Ну что же, здравствуйте, уважаемые зрители! Для вас сегодня комментирует Бэтрикс, и мы будем наблюдать противостояние команд Team Darkus против XXX123 в рамках Аматерской Легии, и это уже плей-офф игры. Формат, если не ошибаюсь, Best of 3, ну и мы начинаем. Сейчас уже видим, что пики-баны начались, команда Darkus драфтит Фиви, команда XXX123 драфтит Биг Бой. Ну и видим, что уже персонажи были выбраны и также забанены. Команда Radiant забрали себе антимага плюс Undying, в то время как команда Dire забрали себе Личья и Террор Блэйда. В принципе, пики пока что выглядят интересно. В частности, меня очень интересует антимаг, то есть сможет ли он себя реализовать, потому что мы знаем, что персонаж не самый простой, и если его загнобить, то в принципе из него ничего хорошего не получится. Ну и дальше. А дальше смотрим. Давайте пройдемся по банам. Команда Radiant забанили Брюмастера, Дазла, Акса, Гримстрока и сейчас будут думать над своим пятым баном. А команда Dire забанили Фантомку, Виспа, Магнуса, Феникса и Свардара. Но пока что все более-менее спокойно. То есть довольно-таки стандартные пики, стандартные баны, ничего пока что необычного не вижу. Разве что антимага на ферст пик. Ну, в принципе, да, это заставляет удивляться. Ну и что у нас дальше? Дальше Кентавр отправляется пятым баном от команды Dire и сразу же добирает себе Скаймага ребята из команды XXX123. Ну, Скаймаг, в принципе, его хороший выбор. Во-первых, можно накинуть Сайлос на Террор Блэда и не дать ему тем самым слапнуться ХП. Во-вторых, персонаж сам по себе сейчас очень популярный и силен в этой мете, я бы даже сказал, с новыми 0 талисманами. Это реально хорошая тема. Ну и теперь же, теперь мы ждем, что себе возьмут сейчас ребята из команды Dire. Что это будет за персонаж? И это Сэнд Кинг. Ой-ой-ой, ничего себе. Слушайте, а вот СК я тут вообще никак не ожидал увидеть. Интересный выбор, а почему СК? Возможно, думают ребята из команды Darkos, что не хватает им немножко контроля. Но, в принципе, так и есть. Террор имеет, конечно, замедление, но этого недостаточно. У Лича также есть замедление, но этого тоже недостаточно. Нужны станы. Чтобы убивать антимага, нужны станы и нужно много станов. Скажем, еще хотя бы один Сайленс или хотя бы еще один стан, потому что за стан СК заберстить антимага, мне кажется, будет реально проблематично. И четвертый пик. Четвертый пик от команды Radiant это Underworld. Неожиданно. Но теперь видим, что уже очень мобильный пик имеется у команды Radiant. Что это значит? Мобильный пик подразумевает то, что могут они очень быстро перемещаться по карте. В принципе, и антимаг за счет своего блинка, а с талантом так вообще там просто машина для фарма. И Underworld со своим ультимейтом может очень быстро перемещать людей по карте. Не хватает только Keeper of the Light для команды Radiant. Ну и теперь же. Дайры будут себе сейчас выбирать четвертого персонажа. У них остается минута 40 резервного времени, но и посмотрим, что это будет. У команды еще, напоминаю, имеется по одному бану. И после бана команды Дайры это у нас Тускар. Ммм, интересно. Тускар на четвертый пик. Но в принципе Тускар хорош. Он может спасать от Сайланса Скаймага. Он может спасать как-то... Ну в принципе и все, наверное. От Сайланса Скаймага только может спасать. Но я думаю, тут идет рассчитана задумка на то, что это будет медовый Скаймаг. И Тускар сможет его приходить гангать. Но посмотрим. Посмотрим, так будет это или нет. Outward Devour отправляется шестым баном от команды Radiant. Ну и сейчас Дайры должны забанить последнего персонажа. Что же это будет сейчас, мы узнаем. Но пока что... Кто мешает? Команде Дайр кто мешает? Сайлансер в принципе мешает. Рубика тоже можно убрать, но не хватает... А слушайте, даже сложно сказать, кого не хватает в команде Radiant. Как по мне, им не хватает саппорта. В принципе, я думаю, что это будет медовый все-таки Скаймаг. Исходя из такого расклада, мне кажется, что им все-таки не хватает одного саппорта. Но можно на всякий случай забанить Лину, если Дайры не будут ее брать. Потому что герой неприятный, плюс против Террора хорош. Ну и сам по себе сильный персонаж довольно-таки. Ну и шестой бан. Пока что задумались Дайры над шестым баном. Ну, это понятно почему. Я бы сказал, даже это вполне себе оправдано. Но остается у нас еще команд по одному пику после этого бана. Это будет завершающая стадия пиков. Где команды доберут себе последних персонажей. И игра уже начнется. Ну и смотрим. Смотрим, смотрим. Пока что у нас идет время 47 секунд резервного времени остается у команды Дайр. И я думаю, что последний бан уже должен вот-вот сейчас появиться. Интересно, кто это будет. Но мне кажется, нужно банить Лину. Лина реально тут хороша. Запушить по-быстрому не получится. Ну или котла. Лина или котел. Пока что не ясно. А кого не хватает? Давайте посмотрим, кого не хватает нашим командам. Для команды Радиент не хватает одного персонажа. Это скорее всего будет... Надо вот Лина. Лина банится от команды Дайр. Все-таки думает, что Скаймак не будет медовый. Но игрокам виднее. Если это мидер для команды Радиент, то в принципе сюда заходит Аркварден. Сюда заходит Инвокер. Кто еще сюда заходит, то Шторма можно забирать. Хотя нет, Шторма лучше бы отдать. Как-то попытаться. Так что Шторм сюда явно не зайдет. Кто еще? Тут может быть Пугна какая-нибудь. Пугна в принципе против таких героев может показывать себя. Ну и еще, конечно же, не будем забывать о МК и БСе. А вот, кстати, то, о чем мы и говорили. Появляется МК, но только он появляется для команды Радиент. Точнее, Дайр. Ну и Радиентам сейчас нужно чем-то отвечать. А чем же им отвечать? Это будет медовый МК. А кто у нас хорош против медового МК? Инвокер? Да, Инвокер. Инвокер Квасвайкс, Инвокер Экзорд. В принципе, в любом виде против МК хорош. Его стоит, как по мне, взять. Даже попытаться стоит с ним сыграть. Почему нет? Это действительно хороший выбор. Ну и что же дальше? Дальше ждем, пока у нас появится последний персонаж. Для команды Радиент. Ну и что же это будет? Одна минута у них остается. Сейчас они должны что-то выбрать. Это должно быть что-то, что хорошо стоит против МК. Или же они отправят Ская в мир и возьмут в себе одного саппорта. Ммм, пока что непонятно, но задумка вполне себе интересная. Ну и что же, ждем. Ждем 40 секунд. Остается что-то может быть. Давайте предположим свои варианты. О, Делбани. Отлично. Инвокер есть. Есть Инвокер. Потом также имеется все еще Аркварден. Тоже, в принципе, хорош против МК. Но еще есть ВРочка. ВРка сейчас хороший метовый саппорт, которого не стоит недооценивать. Так что, в принципе, ВРка, я думаю, тут должна зайти. Но, смотрим. Остается 10 секунд всего лишь у команды Радиент, чтобы забрать себе последнего персонажа. 4, 3, 2. И это... Ой-ой-ой, это ССР-чик появляется. Ничего себе. Такого я тут явно не ожидал. Ну и теперь смотрим. Пики команд вы сейчас видите. На своих экранах команда Радиент будут играть за Антимага, Андайинга, Скайя, Андерворда и Шэдоу Финда. Да, команда Дайер будут играть через таких персонажей, как Лич, Террор, СК, Таск и Манки Кинг. Ну что же, пики пока что выглядят очень интересно. Я бы даже сказал, реально занимательно. Но вот в чем вопрос. Сможет ли себя реализовать Антимаг и сможет ли Террор Блэйд переформить того самого Антимага? Пока что непонятно. Но будем смотреть. А, кстати, еще Бруда имелась. Да, имелась еще Бруда на последний пик. Можно было попытаться ее взять. Но уже что есть, то есть. Будем наблюдать. Дота Плюс нам подсказывает, какие примерно уровни владения персонажами. 20 уровень террор. Это интересно. Ну и я думаю, сейчас будет очень интересная и занимательная игра. Видим, что персонажи уже разобрались. Смоки, Варды. Что-то, что может нас заинтересовать, имеется или нет. Наверху. Команда Дайер пока что. Смока не... Вот только сейчас разбивается Смоук. Команда и Дайер. Три персонажа в нем находятся. Но остальные пока что идут пешком. Насколько я вижу. Да, Радианты не разбивают Смоук. Ну и дальше. А дальше мы смотрим, есть ли у нас какие-то Варды интересные. Так, тут наверху. Скаймак имеет один Вард-Обсервер. Нанизу. Нанизу один Сентрил Зомби. И скорее всего больше Вардов не будет. А вот один. Один еще есть в центральной линии. Тут, кстати, Дайер находится в Смоках. Тускар выходит. Его сейчас могут найти, а ей подставляется. Тускар его нужно как-то спасать. Тут же есть щиток от Лича. Моментально реагирует Лич и все правильно делает. Иначе бы там очень больно прилетело Тускару. Но почему не подцепили? Там Аркан Боут был у Скаймага. Судя по всему. И ничего не вкачал Андерлорд. Но в принципе через Питов Малис можно было бы как-то попробовать подцепить. Ну, это уже ладно. Что случилось, то случилось. Нанизу Антимаг плюс Андайн. Тут СК. И также имеется АМК. Кстати, Антимаг вкачал Маноберн. Интересно. Манобрейк точнее. И теперь не сможет Блинкануза. Если на него будет нападение, нам нужно быть с этим поаккуратнее. АМК в форме Курьера тут бегает, развлекается. Стычка у нас за руну пошла. Оттуда отжимает. Кто же забирает все-таки команда Дайер. И что? Все четыре баунти руны забирает команда Дайер. Ничего себе! Вот это они, конечно, тут показали нам уровень. Ну и теперь. Теперь смотрим, какие у нас примерно будут лайнапы. Нижняя линия. Антайн плюс Антимаг против СК. И кого-то еще пока что непонятно. Просто это, скорее всего, будет Соло СК. Центральная линия. МК против СФ. Ну и верхняя линия. Андерорд плюс Скаймаг против Террор Блейда. И плюс два саппорта. Это Лич и Тускар. Ставится пауза. Она, скорее всего, сейчас должна моментально отжиматься. Ну и игра должна продолжаться. Наверху. Террор уже прожал форму. Тут же имеется СК, имеется Андерорд. Ну и тут сильная линия. Это на самом деле у команды Дайер. Имеется Таск. Лич это очень много замедлений. Кстати, можно прямо сейчас попытаться убивать кого-то. Вот есть замедление. Пошло на Тускара. Тускар замедляет. Посмотрите, под щитком Лича. И своим замедлением. Как же он сильно замедляет. Ну и в принципе, если бы тут был рядом Террор, можно было бы попытаться убить Андерорда. Но Лич также предстоит по ХП. Вот теперь неприятности у Тускара. Есть фаершторм Андерорда. Его можно скидывать. Под пачкой крипов находится Тускар. Еще один петушок. Хватит ли урона? А хватит ли урона? 2 секунды, 1 болт. И тычку нужно еще дать. Вот сейчас, скорее всего, будет последний болт. Но не хватит урона. Фласка выпивается от Тускар. Но слишком сильно рискует Таск. Слишком сильно. И, как по мне, не оправдана. Ну и теперь. Как по мне. Наверху линия сильнее у команды Дайер. Хотя бы за счет того, что тут 3 персонажа. Ну и в принципе, сама задумка. А в миде? А в миде у нас погибает МК. И это первая кровь для команды Рейдиан. Забирает ее в Шэдоу Финт. И уже вырывается немножко вперед против своего оппонента. Уже уровень 3 есть у СФ. И только мы отвлеклись. А наверху сразу начинается драка. И убивает тут Тускара. Интересно. Минус Тускар. Плюс 145 золота для Скаймага. Не так много, как бы хотелось. Но и так хорошо. Линия. Казалось бы, должно быть сильнее у команды Дайер. Но вот что происходит? Почему здесь погибает Тускар? Что случается? Почему так и выходит? Но, как по мне, дело просто в неправильной реализации. Но сейчас мы видим, что имеется небольшое преимущество уже у команды Рейдиан на этой линии. Нападение сейчас, возможно, будет на Андерворда. Но нет. Показалось. Ну и как мы уже говорили, линия тут уже должна быть, в принципе, сильнее у команды Дайер. Если они, конечно же, будут все правильно делать. Ну и центральная линия. Тут уже 1 на 0 имеется у СФ. И что у нас по крипчикам? По крипам 8 на 3 имеет СФ. И МК имеет 7 на 3. Тут немножко, кстати, проседает. О, ой, ой, задолжил хорошо рейс. Отлично. Мог бы отъехать, на самом деле, если бы СФ попал третьим рейсом. Но рисковать... А, теперь нападать можно у СФ? А нет, мана и тут разогревается. МК есть также. Палка это будет, скорее всего, минус. Вот палочка, нужно последнюю тычку дать. И нах, играун дает хорошую тычку МК. И минус СФ. Но тут немножко не доиграл Шеттл Финт. Не подрасчитал свою ману. Почему он не отошел после того, как дал двор из Зая. У него оставалась мана только на 1. Непонятно. Но это уже совсем другая история. Ну и теперь сравнял МК счет в миде. Все более-менее становится ровно. По крипам тоже догоняет МК. Ну и только за счет этого убийства все сейчас более-менее нормально в миде у команды Дайер. Низ. Появляется руна инвиза и отдается лич у нас Т2 вышечки в миде. Чтобы быстрее резнуться. И в это время также отдается Скаймак у нас. Интересно. Не успел, кстати говоря, Тускар на убийство. Но ничего страшного. Руну инвиза, кстати, можно попытаться забрать. Кому она будет лучше выгодна. А в миде? Ай-яй-яй! Какая ошибка там. Ка погибает он на ДСФ. А просто 1 на 1 на 3 Рейза подставляется. Тут же потягивается Тускара. Вот это опасно. Не надо сюда лезть. Он 5 уровня. Он тебя сожрет. Вот не лезть к нему. Реально слишком опасно. Пятый левел СФ против 2 уровня Тускара. Там вообще без шансов. Но и нижняя линия. Антимаг плюс Undying против Соло СК. Антимаг, насколько я понимаю, должен был максить Контер Спеу. Потому что пассивка СК очень противная вещь. Она наносит урон магический. И в принципе Контер Спеу работает очень хорошо против такого дела. Но видим, что Антимаг берет в 2 мана Брейк. И рассчитывает на то, чтобы убивать или даже просто мана Бёрдить. А скаута у него уже нет маны. А это не ошибка. Ли АСК нет. Выходит с рейнджа действия Сентри. И просто стоит спокойно на линии. Наверху проседает очень сильно по ХП террор. Кстати, мало здоровья. Реально у него остаются. Нужно быть поаккуратнее. Иначе просто один Фаершторм и Петушок. И будет минус террор. На миде. На миде есть небольшая драка. Под Т1 вышку заходит команда Дайр. Тут уже есть ДД на Тускаре. Но погибает он уже. И в размин на одного СФ. Это хорошо. Хорошо для команды Дайр. Конечно же, тут отыгрался немного МК за счет вот этого убийства. Разменяли Тускара на вражеского мидера. Но это вполне себе отличный размин. А вот наверху подставляется Скаймаг. И скорее всего никуда он уже не должен уходить. И замедляет очень сильно Лич Скаймага. Но он мансует в деревьях. Смотрите, сколько времени он выигрывает. Да и все-таки последнюю тычку нужно дать. Но уходит. Нет. Есть Фростбласт. И забирает Лич себе этот фраг. А вот теперь Лич в опасности. Нужно его подстопать. Хорошо стопает террор. Но все-таки зарубил у нас ондайн клича. Своим топором тут же подтягивается Тускара. Там есть замедление. Есть шарик. Хороший сноубол. Есть тут же шарты просто великолепные. Но Фаершторм не спасает андерворда. Забирает в себя очередное убийство. Террор боит. И уже у него становится счет. Где он у нас? 1-0. 1-0, но 33 добитых крипа. Есть у антимага 32 на 25. Вы просто посмотрите, как у него все здорово. Этот антимаг чувствует себя просто великолепно. Я думаю, что многие антимаги сейчас ему позавидуют. В медиа есть. Дайв по Т1 в вышку. Заходит МК. Он разогрет. Можно давать пауку. 13 секунд. Нет, когда она еще находится. Слишком хорошо размансовала СФ. Но без шансов. Наверху СКМАГ убивает Террора. Это плохо. Это реально плохо. Причем, что тут были вдвоем игроки команды. Радиант. И также были вдвоем игроки команды. Дайв заходит МК под вышку. Просто великолепно. Дает палку. Забирает Шэдов Финда. И оформляет его, можно сказать, в Соляново. Наверху есть нападение. Таск нападает на андерворда. Или наоборот. Посмотрите, какие тычки сумасшедшие с руки. Остается буквально несколько хп. Но добивает все-таки андерворд своего оппонента. И Террор также в опасности. Есть фаершторм. Горит Террор. Он догорит. Неужели догорит? Или летит петушок? Последнюю тычку нужно дать. И есть двойное убийство от андерворда. Наверху отлично играет команда Радиант. Забирает своих оппонентов. Вообще не жалеют их. И вот этот андерворд, у которого сейчас 200 урона с руки, просто идет и нарезает мясо. Отличная игра. Отличная игра действительно на мид. Есть стяжка саппорта. Тут же закрывает Шадами. Сэйфон. Тут есть сейф ТП. Тут же Сноубол покатился. Делает ТП у нас андайн. Но он скорее всего не спасет. Два рейза попадает. Сэйфон. Топалка от МК добивает Сэйфон. И андайн также в опасности. Двойное убийство оформляет МК. И сюда же Скаймаг потянулся. Да, разменивается на Тускара. Но это будет скорее всего трипл килл от МК. Разогревается. Последняя тычка. Тройное убийство. Зарабатывает для себя Мангий Кинг. И поднимает просто тут такую кучу золота. Давайте посмотрим даже сколько. 600 монет. 600 монет МК получает буквально за одну секунду. Вы просто представляете какие это цифры. Седьмой уровень у него уже имеется. Ну и что по Нетворцу. По Нетворцу мы видим, что первое место занимает Мангий Кинг. Вот за счет этого убийства конечно же тройного. Есть у него два врейсбэнда. Сапока на низу спокойно себе фармит Антимаг. У Антимага уже есть ПТ. Есть два врейсбэнда. Тут же СК пытается подфармить как-то крепчиков. Но там СН-3 стоит. Теряет много маны. Было опасно. Под пассивочкой находились крипы. Рисковал Антимаг. Мог помереть. Если как-то неаккуратно бы двинулся. А тут нападение есть. Нападение на кого на Скаймага. Есть шарды. Также прекрасно в ноу-болу закидывается. Файршторм. Но не спасает это Скаймага. И теперь нападение идет уже на Андерворда. Прекрасный страх. Отличая Андерворд тут не должен уходить. Есть ли какие-то скиллы скиллов? Нет. Две секунды замедления. Но и так по-моему хватит урона. Расстреливает просто Террорглайд. И забирает себе двойное убийство. Неплохо-то сейчас. Дайеры по золоту забустились. Еще в миде. Ай-яй-яй. В миде еще забирает МК своего оппонента. А ты отлично. Это реально отлично. Тут еще можно попытаться убить Андайнга. МК наперед запрыгивает. Куда ж ты прыгаешь? Не туда. Не угадывает с направлением. Стоит там БАМК. Разогрет. Палка по двоим. Отхиливается. Отлично. Но теперь нужно как-то добивать этого Андайнга. Он очень много времени выигрывает. Монцует в деревьях. За Т1-выжку загибает. Ай-яй-яй-яй. Погибает МК. По Т1-выжке закатывается Тускар. Тут же имеются шарды. Но и так хватает урона от замедления. А вот теперь Тускар скорее всего тоже погибает. На опыт не успевает СФ. Но как же я размонцовал тут Андайнга. Это просто великолепно было. Я на самом деле очень удивлен. Но и наверху. Уровень 7 уже есть у Андерворда. Есть у него также Арканы. Кольцо Регена. И в леса смещается Террор Блэйд. Но в принципе уже можно. Имеется Сапог не апнутый. Есть также 3 Врис Бенда. В принципе Террору больше не надо. Чтобы фармить леса. Нападение сейчас возможно будет на Андерворда. Но Террор это такой себе убиватор пока что. Так что просто хочет максимально забить Крипчиков. Антимаг вырывается на первую строчку по Нетворцу. У него уже имеется 4400 Нетворц. И на миде у нас есть небольшая драка. Подставляется СФ замедление. Есть но он не туда идешь ты дружок. Говорит МК. И просто Паука хороший по двоим. Можно попытаться уйти. Превращается в дерево. Но его вида нет. Упрыгивает. Айяя МК. Как же круто играет. Уже подставляется Андайн. Он сбивает обсервер в арте. СФ пытался забрать. Но нет. Тут же продолжается драка. Подтягивается Тимах. Уровень 7. У него уже есть. Мана Войта. И Сайланс. Минус 2 кайла. По Тускару. Минус 2 оформляет команда Рэдент. И только на деревьях у нас сидит один МК. Все это дело видит. И просто смеется. Нападение. Есть хороший нам. Данька. Палка есть. Можно давать по двоим. Ход доджит. Хорошо. Рейзы. Но палку не дает. Почему так? Какая ошибка от МК. Можно было давать палку. Последняя тычка. Хоть бы разменялся. Так вообще погиб ни за что. Тускар. Миди нападает на СФ. Это что за нападение? Шестой уровень. Тускар дает Ваурус Панч. Но куда ж ты катишься, дружок? А я скажу, куда скорее всего в таверну. И нужно давать еще один рейс. 90 маны. Вот только сейчас накапали. Но все-таки выживает у нас Тускар. Отделался, так сказать, легким испугом. Но и наверху появляется руна Иллюзии. А тем временем, десятая минута. Баунти руны появились. 2-2 по баунти рунам. Забирает 2 руны команда Рэдент. И 2 по баунти руны забирает команда Дайр. Наверх подтягивается МК. Возможно сейчас будут убивать Андерворда. Прыгает МК. Замедление. Будет ли? Да, хорошо есть замедление. Но и тут сейчас должны разбирать Андерворда. Хотя подтягивается команда. А тут уже команда рядом с МК. Андерворд выигрывает время. Но сейчас будет драка. Это очень битый. У нас Террор последний петушок. Просто Сайленс его убивает. Скаймак в соло. И дальше можно идти за личом. Лич прекрасный. Чайник загибает МК. Арену кастует. И как же сейчас можно всех разбирать. СФ подставляется. Нужно убивать его. Выходит с ареной. Нахватает урона. Оформляет двойное убийство МК. И можно дальше. Почему нет? Запрыгивает. Хорошо есть Саймонс. Туда же палка. Имеется лид. Да, палка. Вот сейчас откатилась. 4 тысячи разогретый МК. Палка оформляет. Нужно давать доставать. Нет, не достает. МК все-таки уходит. А вот теперь-то зомби. Очень много. На развороте может накидывать Скаймак. Но вроде бы МК должен отсюда уходить. Превращаться в дерево не получилось. Задолжить петушок туда же. Соу Рип. И рискует МК. Просто чудом выживает Скаймак в этом моменте. На самом деле. Там было очень опасно. Ну и 11-ая минута матча уже за нами по графикам. Видим, что около 3 тысяч золота ведет команда XXX123. Ну и по опыту примерно 2 тысячи тоже. Хорошо. Что у нас по артефактам? Тускар. Есть сапог 2 брейсера. Террор Блэйд. Имеется ПТ-шка 3 брейсбэнда. МК. ПТ-шка 4 брейсбэнда. 1200 монет в кармане. СК. Есть Транкфилос. Топорик, щиток. Лич. Есть просто сапог. Андерорд. Есть Арканы. Есть Вангвард. Антайн. Есть Аркантапки. СЛ. Барабаны. 3 брейсбэнда. Сапог. Скаймак имеет... А, нанизу, кстати, нападение на СК и антимак в соло. Тут, можно сказать, разбирается. Но... Хотя нет. Немножко помог все-таки Скаймак с Сайвенсом. Но через Манавойт добирает себе убийство. А можно было, кстати, оставить антимагу. Забирает это убийство себе. Скаймак наверху. Нападение на Террора было небольшое. Тут же ответ на нападение уже идет на Андерорда. Хорошие шарды. Тут же замедление. Крепкий Сергей. Заработает. Есть также хороший Питов Малис. Работает просто по всем. Но не спасает от Андерорда. Тут же Вауру Спанч подкидывает Андерорда. Какой же он жирный. Посмотрите, сколько живет времени. Но тут же Страх не прощает Лич. И оформляет себе убийство на Андерорде. Хорошо. Разобрались с одним. А что делать с этим? Антимаг фармит. У него уже есть ПТ, есть Персик и 1400 монет в кармане. Антимаг тут реально фармит хорошо. У него все замечательно. Можно сейчас еще даже попытаться убить СК. А, кстати, сколько крипов у антимага? 109 на 37. Но это, в принципе, радует. И Скаймаг у нас. Скаймаг выходит по ДД. Есть Досты. Сайманс. Хорошо. Можно пытаться убить СК. Тут же летит Петушок. Ну и Монавойт. Можно даже давать. Но 5 секунд КД. Будет ли выкапываться СК? Выкапывается. Но там уже летит Петушок. А тут же МК. МК кастует арену. Будет ли драка? Да, будет драка. Скорее всего, ставится там БА. МК ее пытается разбить. Страх есть. Отлича. Хороший. Под арену чуть ли не погибает. Андерорд. Точнее, Андайн. Выходит с арены МК. Не задоджил урон с Петушка. Но, тем не менее, убийство он свое получает. Это хорошо. 237 золота для себя получает. Делает телепорт на мид. Возможно, в миде сейчас будет еще драка. Но нет арены. Нежелательно здесь драться команде Дайв. Все-таки нет арены. А вот Рейдинг. Там надо сейчас форсить драку. Что они и делают. И забирает лича. Лича в СОО Скаймаг. Хорошо сыграно. Реально тут проявляет личный скилл Скаймаг. Все-таки чувствуется он по игре. Видно его. Видно, что действует активно. Во всех драках принимает участие. Ну и, в принципе, так и должен играть саппорт. Ну и антимаг уже заработал себе 7500 золота в сумме. У него уже имеется 200 золота. И это уже практически Battle Fury. 20 золота ему не хватает. Можно продать что-то или даже накапать. Это не проблема. Сколько там стоит демонедж? 2200, если я не ошибаюсь. Да, вот. 8 монет остается у него до этого артефакта. Покупает себе сейчас антимаг демонедж. И БФ на 14 минуте. МК нападение на антимаг. Он потратил блинг, но там слишком маленький кулдаун. Всего лишь 6 секунд, потому что блинг замакшенный. И на 14 минуте антимаг покупает себе в Battle Fury при наличии ПТ и 3 фрейсбендов. Ну, как по мне, это реально круто. Т1 вышка в миде. На очереди антимаг тут же может подставиться. Все-таки был там лич со страхом, но не рискует антимаг. Забирает еще руну инвиза. Перетягивается наверх. Тут же имеется андайнг. У него есть арканы. Асэр тут же. Ну, и сабля появляется у МК. 14 минута. В принципе, не так круто, как у антимага БФ. Но, тем не менее, тоже хорошие тайминги. И тут же сразу смаки. Сразу же смаки от команды Дайер. 15 минута. Появляется баунди руны. Асэф отсюда уходит. Ну, его горит подальше от греха. Ну, и теперь можно нападать на Асэфа. Есть шарды. Шарды попадут. Ли нет, не попадает. Не закрывает Асэфа шарды. Ну, и, в принципе, тут нападение уже провалилось. Нет смысла дальше пытаться дайвить. Стоит Апсевер. С нашим тут же начинается драка. Есть в Аурус Панч. Должен быть моментально минус Каймак. Но все еще живет. Асэф подключается. Два рейза минус есть. Тут с карты закидывается чайник. Отлича хороший летает. Кстати, антимаг вытягивает чайник. Вроде бы уходит. И срубил дерево МК. МК под МК срубили дерево. Он погибает. Но нет, дает палку. Вроде бы выживает. Но тут же мановоид антимаг заканчивает Манки Кинга. И тут же есть двойное убийство для себя. И СК в песочках. Его видно. Есть ли какой-то вижен. Да, Достой есть. И вот этот молодой парень выкапывается на хайграун. Но там антимаг его уже ждет. Тройное убийство для антимага. Но тут подзакинули немножко дайр. Что по золоту. Антимаг поднял 700 монет в этой драке. Но так рисковать нельзя. Это реально слишком опасно. Наверху. Наверху у нас падает вышка. Подставляется у нас антимаг. Тускар его в соло оформлять. Неужели? Ай-яй-яй. Тускар просто в соло убивает антимага. Что происходит? Как так вышло? Я не понимаю. Ну да ладно. Просто великолепно сыграна от Тускара. Великолепная игра. Я бы даже сказал от Тускара. И появляется ветра у СФчика. Есть драмы. Есть ветра. Также 3 в Рейсбенда и сапог не апнутый. Но и давайте пока что посмотрим, что по артефактам у остальных персонажей. Антимаг. Есть ПТшка БФ. 3 в Рейсбенда и 1 Блэйд оф Алакрити. Дальше. Скаймаг. 3 в Рейсбенда и Атос уже на подходе. 300 монет. Ему всего лишь остается. СФ. Ветра. Драма. 3 в Рейсбенда. Андайн. Есть арканы. Андерворд. Есть худ. Вангвард. Лич. У Лича есть арканы. Но это саппорт, мы понимаем, пятой позиции. Там все так и должно быть. СК. Есть 2 брейсера. Есть Транквилы. МК. Есть сабля ПТ. 4 в Рейсбенда. А Террор, кстати, тут нормально фармит. У него уже есть ПТшка. Есть 3 в Рейсбенда. Драгон Лэнс. И Яша уже есть. Отлично. Террор Бэйд реально хорошо справляется. Пока что есть также ПТшка 2 в Рейсбенда. Точнее 2 брейсера у Тускара. Хорошо. Вроде по артефактам все более-менее ровно. Но появляется блин еще у Таска. А вот это может быть переворотным моментом арены. МК нет. Играть тут МК. Возможно и нет. Арена ставится. Все-таки палка спрыгивает. МК не туда спрыгивает. Какая ошибка? Там же есть сабля. И минус. Есть Андайн. Можно пытаться еще убить Тамбу. А там ветра у СФ. Надо быть с этим поаккуратнее. Понимает. Это тоже МК делает. Давай отсюда телепортную отменять. Потому что там ветра. Ходит буквально по краешку арены. Получает много урона СФ. Палка ездит 8 секунд. Но и тут уже никуда не должен уходить МК. Круто отыграл конечно. Но иди сюда СФ говорит. И третьим рейсом собирает себе это убийство. 283 золота для себя оформляет. Тут же подтягивается Тускар. Тускар запрыгивает. Есть хороший сноубол. И просто особо разбирается с СФом Тускар. Как же круто сыграно на Тускаре. Ну и по Файтер Капу. По Файтер Капу зарабатывает для себя 1000 золота команда Дайер. Это круто. Да, разменяли МК, но убили СФом. Но это не то, что сейчас нужно команде Дайер. Как по мне, им сейчас нужно максимально много убивать антимага. У него уже 10 тысяч нетворса. Это Яша. Это БФ. 3 в рейсбенде ПТ. И 900 монет сверху на 18 минуте. Но тут антимаг, конечно, выше всяких похвалов армит. Появляется у нас у скаймага Ротов Атос. Имеется также дасты. Теперь скаймаг становится еще более полезным. Можно его как-то активнее использовать в игре. Ну и на низу. Также появляется блинг у СК и пайп у Андерорда. Ну вот теперь, я думаю, сейчас начнется самая-самая интересная часть нашей игры. Потому что появляются артефакты. Артефакты появляются. И теперь команды с этими артефактами будут пытаться идти драться. Главное сейчас не спалить блинг. О, ДСК. Ей, какая ошибка. ДСК он спалил свой блинг даггер. И ничего за это не получит. И тут же Питов Маллиса подтягивается. Команда его теперь у СК имеется проблемы. Прячется в деревьях. Ей, видно, 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 видно. Его нужно выкапываться. Но там уже 4 персонажа на хайграунд пытался выкапаться. Блинг. Одна секунда успевает блингануться СК. Как же хорошо сыграно. И телепорт. Питов Маллис есть или нет. Питов Маллиса и уходит отсюда СК. Как же он тут сразу мансил. Сколько же пространства он создал для своего террора. Сюда стянулись 4 персонажа, чтобы его убить. И все это время фармил террорбейт. А у него уже манта. Манта и не просто манта. А манта и 1100 манец вверху. Это на подходе уже БКБ для террора. Вот так вот это делается. Говорит террорбейт. И просто выкачивает все леса, все линии. Ну и уже 20 минута матча за нами. Сейчас должны появляться баунтируны. Смотрим, кто их будет забирать. Кто больше заберет. Точнее команда Рэддиант или команда Дайер. Варды, кстати, стоят хорошие у обеих команд. И у Дайер, и у Рэддиант. Но у Дайер, как по мне, немножко больше стоит апсервера. Видно Скаймага на дереве. Палка от МК хорошая. Его должны уже забирать тут же арену. Даже не жалеет. И страх все вдают в этого Скаймага. И в принципе это оправдано. Оправдано почему? Потому что тут рядом стоит шрайн. Он полон. И сюда могут сделать телепорты игроки. Так что лучше не рисковать. Просто моментально быстро убить этого Скаймага. И черт с ним. Дальше же. По баунтирунам. По баунтирунам. Четыре. Три руны забирает команда Дайер. Начинается драка. Есть ноутбол. Тут же закидывает Сычайник отличается. Сэф раскастовался. Четыре персонажа. Дайер стоят просто рядом. В Пит оф Малис. Их просто уничтожает. Нужен антимаг. Антимаг нужен драку. Есть Сандр от Террора. Антимаг. Вот он заходит. Драк. У него нет уже Манавойда. Но тем не менее. Его могут попытаться убить. А ей хороший стан от СК. Но есть. Контр справа. Ублинковывается антимаг. Дальше можно пытаться убить Тускара. Есть Тускар. Сноубол прячет себя. Хорошо. На кого катиться. На кого катиться там Пит оф Малис. Хорошо на крипа выкатился. Вроде бы выживает. И Блинк уходит. Тускар отсюда. А дальше антимаг. Есть Блинк. 50 секунд. Манавойд. Подруна Регина находится. Но слишком далеко. Уже ушли. Команда Дайр. Антимагу тут прыгать слишком опасно. Как же тут команда Дайр невыгодно заняли позицию. Просто вчетвером стали на Пит оф Малис. Но и чуть раньше бы антимаг подтянулся. Отдал бы вот в эту кучу Манавойд. И там было бы просто минус 4 как минимум. Наверху. Подтягивается сюда команда Радиант. На ультимате Андерворда прилетели. Антимаг почему-то остался. Ну и кстати. Заметил я что поставили Радианты. Ворды. В принципе ворды интересные. С такими вордами можно уже что-то придумывать. Какие-то выходы во вражеский лес. Ну и так дальше. Рошан стоит. Рошан стоит. А команда Дайр разбивает Смоук. Смоук от Дайра означает. Что сейчас будет какая-то драка. Драка которую мы очень долго ждали. Есть Блинк. Тускара все еще собирает. Ну кстати Дезолятора на Рошана. Заходит команда Радиант. И неожели это будет ошибка. Тускар прожимает пасилку. Запрыгает. Здесь также Вауру спать по скаймагу. Нужно его очень быстро убить. Идея сноуболного команды. Слишком далеко МК. Нужно запрыгивать. Там же стоит Тамба в Рошмите. Нужно быть с этим аккуратнее. Есть Мистик Флэр на Тускар. Просто посмотрите. Какое чудовищное количество урона выписывается. МК. Есть атака на скаймага. Скаймаг погибает. В это время у нас Террор. Также зарубил кого-то. Минус Антимаг. Адяяя. Антимага уже не будет в драке. Дальше Террор заходит в драку. Расправляется с ребятами. Закидывает туда Иллюзии. Иллюзии бьют Томбу. Хорошо сыграно. Там бам есть минус. Ну и теперь 3 в 3 остались ребята. Закидывает МК Пауку. Хороший пандерурд. И кастуется арена. Иди сюда. Говорит МК. Напрыгивает на андерурд. А тут же кастует ультимейт СК. Блинки. И просто прекрасно сыграно. Минус андерурд. Минус 3 от команды Дайр. По итогу еще можно идти дальше. Цеплять. МК прыгает по деревьям. Еще на одно дерево можно запрыгнуть. Тут же можно цеплять Антайнга. Но слишком наверное далеко уже он ушел. А там Рошан. Рошан битый. Не сильно. Но тем не менее. МК делает куда-то телепорт. У ДСФ под пушевую линию. Но все таки отменяет его. И остается в рожпите. Но круто подрались Дайры. Реально круто. Все сделали максимально правильно. Антимак там погиб в другой части карты. Его убил Террор скорее всего через Сандер. Ну и теперь Рошан. Теперь Рошан для команды Дайр. Ваурус Панч даже ничего в него не шлеет. Это и понятно. Потому что нужно убивать его как можно быстрее. Падает Рошан. А Эгис достается МК. Хорошо. Есть Эгис. Можно подойти дальше. Подцепили Антайнга. Тут же запрягает Ускар. Есть хорошие шарды. И просто палка минус. Антайнг моментально. Хотел сказать Андерворд. Но нет. Это Антайнг. Ну и по графикам. По графику все более-менее нормально. Примерно ровно идут команды. Я бы даже сказал нос в нос. Никто сильно не ведет. Потому что идут качели. То в одну сторону. То в другую. Ну и так все это сейчас выглядит. Ну и в это время. У нас на первое место по Нетворцу вырывается Террор Блэйд. У Террора уже есть Драгон Лэнс. Есть Манта Стайл. Плюс также имеется БКБ. И 650 монет в кармане. Антимаг находит у нас СК. А тот же есть Контер Спауна. Не стал станет СК. Точнее немножко не подгадался времени Мантимаг. Ну и МК продолжает фармить. У МК 10 тысяч Нетворца. У него есть Сабля. ПТ-3 Врейс Бэнда. И уже на подходе Манта Стайл. Сколько ему остается? Ему остается буквально 500 монет. А вот прилетела Яша. Сейчас будет Манта. Я думаю понятно почему. Манта против СК Мага. Это реально хороший выбор. Не стоит недооценивать этого персонажа. Даже на позиции Саппорта. Потому что он реально хорош. Ну и теперь. 25 минута. Сейчас должны появляться баунтируны. Их нужно обеим командам обязательно законтролить. А Дайрам можно еще попытаться даже подраться. Берет та Антимаг на 20 уровне. Себе минус 2,5 секунды перезарядки Блинка. Это хороший талант. Особенно учитывая такой пик врага. Где очень мало контроля. Там всего лишь Тускар. МК с ненадежным станом. Ну и Сенткинг. Так что тут КД Блинка реально. Как никогда лучше будет заходить. Наверх поднимается команда Дайр. Стягивается сюда вся команда. Возможно сейчас будет драка. Смотрим МК. Прыгает по деревьям. Но спрекает все-таки опасно. Слишком рисковал. Антимаг мог наугад. Просто срубить дерево. Нападение наличает Антимага. Тут же страх подключается. Еще Тускар. Можно пытаться очень быстро убить Антимага. Есть палка огушения. Но слишком много времени выигрывает команда. И Антимаг нет. Успевает Блинка Нусы. Его хилят. И есть. Также Манууд уже минус 2. Оформляет команда Радиант. Дальше нападение на Тускар. Тускар. Есть или минус. Да, есть. Минус в это время. Также убивает МК. Он теряет Эггис. Минус 4. Уже сделали команда Радиант. И это просто развал. Встает после Эггиса. МК. Кастует арену. Но это тройное убийство от Антимага. И в сумме минус 4 от команды Радиант. Но теряют они тут 2000 золота. А не команда Дайр. И в принципе. Террор фармит. Но не знаю насколько это окупается. Да, хорошо. Террор фармит. Но убили 4 персонажей команды. Как с этим справиться? Забрали еще Т2. А тут хайграунд. Ёй-ёй-ёй. А тут хайграунд. Просто от команды Радиант. Они не стесняются. Просто заходят на вражескую базу. Бьют Т3. И террор только сейчас. Летит сюда с телепорта. Т3 вышка уже падает. Как же так вышло-то? Вроде бы только сейчас. Они были возле Т2. И уже падают бараки у команды Дайр. Это ошибка. Кастует СК. Ультимейт хороший. Запрыгивает им по двоим. Прекрасно. Тут же страх есть на Антимага. Можно пытаться его моментально быстро убить. Но здесь подхил от Андаинга. Вроде бы уходит Антимаг. Кастует. Ультимейт андерворд. Его можно попытаться забертить в ауру. Спанч прекрасный от Скара. Минус есть. Разбивается в смог. Пытается догнать как можно быстрее всех ребят. Антимаг делает телепорт. Вот ушел с телепорта. Также уходит с телепорта СФ. Андаинга уйдет. Лит тоже. Да, получается. Прекрасно. Как же круто сыграли рейтинты. Они просто все на телепортах ушли. Да, продали Андаинга. Андерворда точнее. Но это такое. Учитывая то, что там могли подцепить Антимага, СФ, Андаинга. Это небольшая цена. Но и тем не менее. Забрали Т3 вышку и почти забрали Рыжевой Барак. Это круто. Это реально круто. Потому что Дота сейчас такая. Если проигрываешь драку где-то под базой. То вот эти картонные вышки. Они очень быстро рассыпаются. Что нам сейчас и демонстрирует команда Рэддиан. Нападение есть на СФ. Тут же МК Юзайн Манту разогрет. Нет, тут же СФ на форстафе пытается уйти. Есть Блинк Ветра. Блинк. Можно пытаться у Блинка Нусу. Успеет ли? Да, успевает. Отлично сыгранная СФ. МК. МК продолжает. Оттуда опасно. Слушайте. Там оставится ломаться деревья. Есть Атос. Также можно пытаться подцепить МК. Кастует арену. Нет, не кастует. Сбивается Саймон Савдуржи Питов. Малень запрыгает Антимаг. Будет ли минус? Да, есть минус. Ускар дальше. Можно идти пытаться Антимаг. Есть минус. Скаймак его добирает. А вот теперь Аскарс. Последний герой. Остается последний. Боец его забирает. И это минус 3 от команды Радиент. Как же жестко они играют. Реально жестко играют. Они просто ловят на таких ошибочках. Вот этот Скаймак. Который просто казалось бы саппорт пятой позиции. Но как же он круто отыгрывает. Но даже пускай четвертый. Он реально сейчас возможно выиграл игру. Вот этот Атос просто с миллиардного рейнджа. Который подцепил МК. Не дал скастовать арену. И по итогу еще погибает. Это реально круто. Антимаг. Завахт хитил вышечку. Получил 120. Бонус на золото. И это опять заход на хэграут от команды Рейтинг. Да, есть щиток отлича на вышке. Но непонятно поможет он или нет. Но видим что пока что справляется. Да, щиток работает. Игроки вроде бы не могут пушить под таким сильным замедлением. И все вроде бы получается. Пока в это время Антимаг наверху. Ломает здание. Это милишный барак. Тут же еще только отлича. Нужно пытаться убить рейнджевой. Антимаг. Ублинковывается. Пытается подцепить Тускар. Тут же есть контр-спел. Аурус панчет. Не спасает. Решается ман на Тускар. Но там нет мановой. Ублинковывается Антимаг. 270 ман. Он стоит. Не хватает 100 ман. Всего лишь Антимагу. А Т3 на низу упала. И тут Антимагу нужно пытаться убить. Тут же МК. МК читает этот момент. Тут запрыгивает МК. Ну и ломает Антимаг. Дерево от МК. Кастует арену. Хорошо. Можно пытаться убить Антимага. Три стака есть. Ублинковывается отсюда Антимаг. Вроде бы живет. Тут рядом есть команда. Антимаг. ТП на шрайн. Нужно восстановить ману. Восстановить здоровье. И дальше. С новыми силами пытаться уже заходить на этот проклятый хайграунд. Что у нас с артефактом? Давайте освежим свои знания. Видим, что у Антимага есть уже Иглсонг. Плюс также 1300 монет в кармане. БФ, Манта и Башер также имеются. Скаймаг. Есть Ротов Атос. 3-0 талисмана. СФ. Форстаф. Ветра. Блинк. Драмы. Один фрайнсбенд. Неапнутый сапог. Андайн. Есть Арканы. Есть также Мека на подходе. Остается 500 монет ему до этого артефакта. В миде есть нападение на Андерворда. Потягивается команда в Ауру с Панчей. И должны очень быстро убить на тот же Мистик Файер. Подключается команда. Есть Питов Малис. Прекрасный. По-троим. Но там уже в форме находится. Террор прожимает БКБ. Успеет ли дать Сандер? Или сработает баш? Сандер. Сандер нужно давать хоть кого-то. И не успевает дать террор. И это ошибка. Террор Бэйда минус 2. Оформляет Антимаг. И в принципе разменяли всего лишь на одного Андерворда. МК прыгает дальше по деревьям. Возможно сейчас будет какая-то еще драка. СФ не попадает. Резоми ублинковывает. Этот Ускар просто бешеный. Как же он играет в этой игре. Это просто невероятная МК. Не стоит нападать. Все-таки можно еще самому помереть. Но тут должен уходить отсюда МК. А наверху бараки. Наверху голые бараки. И не просто голые бараки. А битые голые бараки. Антимаг их сейчас должен очень быстро убивать. И расправляться с этими бараками очень быстро. И скорее всего так и будет. Да, есть контрспелл. За контрспелл он их спокойненько себе добивает. Милишный минус. Должен быть также рейнджевой. Контрспелл башпрукает по СК. Это не проблема. Теперь пытаться отойти. Рейдинты пытаются отойти. СФ на блин нажал. А вот Тускарни отсюда никуда не уйдет. И не в ту сторону форсит его СФ. Какая подстава. Пытался СФ выфорсить через шарды Анданга. Но развернулся не в ту сторону Анданг. И по итогу СФ его просто в лапы врагам выфорсил. И так отдается у нас. У антимага появляется бабочка. Бабочка это хорошо. Есть уже манты. Есть БФ. Бабочка башер. 1800 мани сверху. И антимаг находится на первом сейчас месте. По нетворцу у него 22 тысячи золота. Немножко уже запутался в цифрах. Но ничего страшного. Второе место по нетворцу занимает Террор Блэд. У которого есть БКБшка. Есть Манта. Пика. И Ультимейт Орб. Собирает себе покупать МКБ. МКБ в принципе хороший выбор. Потому что во-первых там имеется бабочка у антимага. Во-вторых это хороший артефакт. Который дает урон. Который вполне себе полезен. Тем более для такого персонажа как Террор Блэд. У которого большой рейндж атаки. Чтобы где-то слоу граунда мисс не прохнул. Но и сейчас смог выйти скорее всего от команды Реодиант. Видим что антимаг тут также имеется. Да это байт. Антимаг нападает на СК. Можно попытаться подраться. Тут же подтягивается Террор. Есть танк по антимагу. Тут же Пит оф Майлис. Запрыгает СМБКБ. Можно Лича очень быстро разорвать. Так и есть минус Лич. Просто за секунду его взрывает СФ. И еще один минус есть СК. Это минус 2 уже от команды Реодиант. Дальше можно идти цеплять Террора. Террор антимаг запрыгает. Но Баш просто не прокает. И вот сейчас прокает Баш минус Террор. Успеет ли нажать Сандер? Да успевает. И все-таки остается в живых. Дальше кастуется арена от МК. Тут же есть Атос Манта. Скидывает себя моментально. БКБ на Терроре кончилось. Как теперь драться? Их форсить на драку. Максимально пытаться наглеть. Вот что они и делают. Минус 3-2 вышка в миде. Будет ли заход на хайграунд? Посмотрим сейчас. Поднимается антимаг. Просто в нагу на ноги. Сюда заходит. Начинает бить Т3-вышку. И Т3-вышка очень быстро отваливается. Вынуждены команда Дайр прожимать глиф. Все-таки вышки падают очень быстро. У антимага урона с руки уже много. 300 урона с руки. С такой скоростью атаки. Это реально что-то жесткое. Но рестуются игроки. Игроки уже появляются. Рестнулись также у нас террор. Но террор кстати не погибал. Если не ошибаюсь даже. Да. Рестнулся лич. Рестнулся у нас СК. Драка где-то начинается. У нас погибает Скаймаг. Его вдвоем тут оформили ребята из команды Дайр. И дальше можно пытаться очистить остальных. Поцепили андерворда. Питов Маллиц откидывает. Хороший на краешек зацепил террор блейда. Террор вроде бы отсюда должен уходить. Undying, андерворд тоже должны здесь уходить. А вот Зорб хорошо подстанет. Сказа прыгает антимаг. Может сейчас начался драка антимаг терять много здоровья. Нет это не антимаг. Это СК. СК минус чайник. Отлича просто прекрасный. Под БКБшкой находится террор в форме. Выдаёт страх. Отлича чудесный просто. Антимаг. Контерс поу уходит отсюда. А вот теперь за остальным идёт погоня. Нет не уходит антимаг. Есть хороший Питов Маллиц. Запрыгает СФ в драку. Начинается драка. СФ прожимает БКБ на хайграунд. Кастует ультимейт. И террор успевает дать Сандер. Но он один против четверых. Ему ничего уже нельзя здесь делать. Это минус четыре от команды Рэдиант. Как же круто они играют. По золоту кстати все более менее ровно. Да. Несмотря на то что убили четверых персонажей. Команда Рэдиант. Да и раздатного антимага получили столько же. Это уже о чем то и говорит. Ну а теперь. Неужели просто хайграунд? А почему нет? Нет байбека у троих и четверых персонажей. Байбек только у террорбойда имеется. И он конечно же его должен сделать. И видим что на низу кстати еще имеются также голые бараки. Плюс в миде также бараки. Избивает команда Рэдиант. Сэф откидывается рейзами. Он заходит в драку террора. Слушайте ничего себе он наклеит. Просто заходит. Один против четверых. Тут же потягивается МК. МК кастует арену. Ходит хорошая палка. Можно пытаться сейчас подраться. Лишь страх на Сэф. А Сэф уже нет БКБшки. Тут же Мистик Фэр абсолютно никуда. МК разыгрет находится. МК может пытаться под пассивку. Убить андерворда. Андерворд нажимает. Но тиммейт успеет ли уйти? Скорее всего да успеет. И Пика еще спасает все-таки андерворда. И он уходит из телепорта. А вот Сэф тут уже скорее всего остается. Не получилось убить бараки. Буквально несколько осталось хитпоинтом. Но мне кажется за следующий заход сейчас Рэдианты просто вынесут эти бараки. Подхилиться. Восстановят себе ресурсы, здоровье, ману. И спокойненько себе пойдут пушить. Да. Вот сейчас вот это так будет выглядеть. Рошан уже появился. У МК появляется Диффуза. Диффуза это хороший выбор. Против таких персонажей можно монобернить самого же антимака. Можно его замедлять. Плюс Сэф. Ну короче Диффуза это реально хороший выбор. И плюс у него уже даже имеется 1000 монет в кармане. А вот теперь заход на Рошана. А неужели перевернут? Неужели перевернут? Да и Рейс могут просто забрать Рошана и спушить базу. Ой нет маны у СК. Какая-то может быть сейчас ошибка. У него есть эпицентр. Но нет маны. И если начнется драка это будет провал. У него 140 маны. Вынужден взять блинк выпивать шрайн. Антимак у нас забирает кого-то. Этот Ускар минус также есть в размена на СС. Они все еще в таверне находятся. И будет ли какой-то минус? Сейчас начинается сумбурнейшая драка антимак. Ой баш от Рошана. Это может быть ошибка. Нету бленковывается. Прожимает БКБ. Трош закидывает. Лишь чайник. Чайник просто хороший. Может летать по двоим. Туда-сюда хорошо прыгает. Чайник. Может быть минус на Андайн. Андерворд также подставляется. Это будет минус Андерворд. Неужели даст. Сопрыгает драка антимак. Антимак. Иди сюда. Говорит антимак. Есть. Страх спасает. Лишь свою команду. Не дает скастовать ему мановойт. Но за это отдает свою жизнь. Уже минус 3. Есть от команды Рэддиант. 3 байбэка тратят Рэддианты. Тут же есть байбэк. Наличие моментально. Он должен возвращаться в драку. Поцепили еще СК. СК тоже будет минус. Антимак подтягивается. Двойное убийство от МК. Тут же есть моментально байбэк от СК. Как же они хотят драться за этого Рошана. Это очень важный Рошан. Команда которая сейчас забирает Рошана. Скорее всего побеждает. И это Рэддианты. Они забирают Рошана. Это второй Рошан. А егист и сыр УСФ. Что по баракам? Бараки вроде бы стоят. И там и там. Но нет байбэков. Нет байбэка. Давайте посмотрим что по байбэкам. По выкупам видим что нет абсолютно ни одного персонажа на этой карте выкупа. Это реально жестко. Андерворд. Имеет лотосорп. Имеет Кримсон Гвард. Сейчас можно просто идти запошивать бараки. И просто в наглую заходить на ноги. Инвиз стоит. Кстати Инвиз в Ландерворд. На месте Андреева видно. Шарды закидывает Тускар. Можно пытаться пошить. Заказывается. Сноуболит Тускар. Но это ошибка. Тускар по-моему его сейчас можно очень быстро разобрать. Антимарку. Манавойт. Лича. У Лича нет байбэка. Это ошибка. Отлича. Да минус лично. 77 секунд у него нет. У выкупа. Теперь бараки в миде. Бараки падают. Рейнджевой уже упал. Теперь очередь за милишный. Милишный также отправляется к создателю. Есть также станут СК. Сэф подставляется. Пытается драться. Но на развороте СК. Просто посмотрите сколько урона получает. Но погибает Рашан Дань. Встает еще одна тамба. Дальше Мистик Флайер не попадает ни по кому. Прожимается 2 БКБ на терроре. На Сэфе начинается драка. Антимаг пытается резать террора. Но там есть Сандер. Он все его спасает. И в антимаг отдается этот же Сандер. И антимаг тут уходит на лоу хп. Но бараки в миде уже потеряны. Теперь нужно на низу как-то бараки убить. И прожимает ультимейт андервор. Тут же еще один Сандер от террора. Ну и просто остается одна сторона у команды Дайер. Но я не знаю. Не знаю что должно произойти. Чтобы они сейчас перевернули эту игру. Все-таки у Сэфа есть все еще Аегис. Да он скушал сыр. Но тем не менее. Нужно как-то сейчас закончить. А нет не скушал. Он выложил. Где-то лежит сыр. Где-то андервор пикет. Ага вот. Вот это сыр. Даже не потратили сыр команды Радиант. А как же у них все круто-то. Ну и что по артефактам. У антимага уже имеется Абисал Блейд. Хочет покупать себе БКБшку. Скаймаг есть Атос. Есть уже Шотган. А Скаймаг то боевой на самом деле. Сф. Есть Блинк БКБ Витра Форстаф. 4700. 4900 уже золота в кармане. Андерворд. Есть Пайпа. Есть также Уотус Офик Ротус Орб Кримсон Гвард. Лич. Есть Линза Транквилы. Ничего особенного. СК Блинк. Лотус Орб Манглад. Манки Кинг. Есть Сабля Манта и Диффуза. Террор Блэйд. ПТ-шка. БКБ. МКБ. Пика Манта. И на подходе уже Скади. Еще много до этого артефакта. Но тем не менее и так хорошо. А у нас в лотаре находится Тускар. Кстати у него есть лотар уже. Блинк Дезолятор. Он очень сильный сейчас становится. И есть у него также Вауру Спанч. Это хороший скилл. Не будем забывать. Антимаг запрыгивает. Просто наперед. Начинает на морозе бить бараки. Абсолютно на морозе. Минут ранжевой. Теперь можно милишный. МК. Кастует Пауку. Нет. Отменяет. Контерспел. Ублинковывается отсюда. Все-таки Антимаг. Решает. Ну его. Нафиг. И вроде бы остается жив. Есть у него Сыр. Есть также Абисал Блейд. И есть также Манты с бабочкой. 3 500 монет в кармане. Забирает нижний шрайн. Команда Рэддиант. И у Сэфа появляется Хекс. Хекс на Сэфе. Это уже интересно. А есть ли у Сэфа талант на КД Даби? Он берет талант на 40% КД. И у него 13 секунд Хекса. При том, что он действует 3 секунды. Это просто 10 секунд. Откат Хекса. Нападение есть. Антимаг запрыгает. Тут же запрыгает ДСК. Сэфа получает много урона. Посмотрите на эту кучу урона от СК. Сэф взрывается. Не погибает все-таки СК. Но выкупается Антимаг. Антимаг сейчас вернется в драку. Есть также Сандер. Сандер террор дал, чтобы отхилить здоровье СК. Тут же можно давать еще кого-то. Один Сандер дает его в андайн. Андайн погибает. Но подставляется в это время у нас. Кто-то не вижу. Не вижу кто-то погибает. Это МК. МК погибает. У него есть байбэк. Хорошо МК байбэк. Это также делает байбэк Тускар. Можно пытаться убить террора. Террор. Если байбэк запрыгает. ДСК хороший ультимейт. Казалось бы. Но он по одному лишь андерворду. Но там вот узор. Хорошо разменивается станами. Есть Петов Малис. Петов Малис по двоим. Но тут же подтягивается Тускар. Уже есть минус на андерворде. Дальше МК запрыгает. Балка хорошая по Скаймагу. Скаймаг на себя. Гост вроде бы живет. Дальше можно пытаться делать телепорт. А его нечем сбить. Айяяйяй. Не достает СК и уходит отсюда. Скаймаг с телепорта. И как же все так вышло. Как же такая сумбурная драка получилась. И убили всего лишь двоих персонажей. 100 секунд не будет андерворда в этой игре. И погибает еще Undying. А не ошибка ли это от команды Radiant? А почему бы сейчас просто не пойти и не спушить им базу? В принципе задумка хорошая. Появляются баунти руны. Баунти руны появляются. Плюс также. Наверху тоже забрали. И что по баунти рунам? 2-2. Забирает 2 баунти руны команда Dair. И 2 баунти руны забирает команда Radiant. Нанизу. Тускар находится в Хексе. Пытается честь за СФ. Но там нет маны. Даже на Ваурспальт протягивается. Антимагу можно давать мановой. Там вообще без маны находится Тускар. Мановой. И будет минус скорее всего Тусик. Антимаг ультует. Нет. СФ ультует. СФ ультует не убивает МК. Но теряет при этом Аегис. 107 секунд не будет Тускара. Манабернит у нас МК через Иллюзия. Разогрет находится. Можно пытаться еще раз убить СФа. МК. Кстати это могла быть ошибка от СФа. Но там есть Хекс. Нужно быть с этим поаккуратнее. Но у СФа нет ультимейта. А почему бы не попытаться? Ну не знаю. В принципе тут убить не получится. Но СФ также не сможет убить МК. Так что вроде бы все правильно делают сейчас игроки. Что у нас по байбекам? По байбекам мы видим, что только у Скаймага в этой игре сейчас имеется байбек. По Нетворцу первое место занимает Антимаг. Сейчас нападение на СК. Есть контур спау не попадает. Все таки СК станом. И Абисов хорошо запрыгивает Антимаг. Можно пытаться убить его моментально СК. Но там вот Узорд в себя ультует. Антимаг также есть сыр. Моментально кушает. Вынужден он кушать этот сыр. Иначе бы просто мог отправиться в таверну. Потому что у него нет байбека. Это могла быть ошибка. Все правильно делает Антимаг. Дальше можно пытаться идти. Заходит на хайграунд. Хорошо. А что дальше? Да, это хорошо, что вы выигрываете. У вас есть преимущество по золоту. У вас есть заряженный Антимаг. Но надо как-то закончить эту игру. Надо дожать. Что-то такое сделать. Что даст максимальный рывок. Сейчас для команды Рейдинг. Чтобы они могли уже закончить эту игру для себя. Бараки стоят. Остается один лишь барак у команды Дайр. Который отделяет их от мега грибов. И сейчас возможно они попытаются на него зайти. Попытаются его убить. Смотрим получится ли. Скака стоит. Ультимейт запрыгивает. Хорошо. По троим запрыгивает ДМК. Хорошо. Также арену ставится Ска. Выиграл великолепный. Ультимейт уже поцеливает. Хорошо, что от гана Мандайнга. У нас у Мандайнга скорее всего должен отправляться в таверну. Стоит арена. Хороший тут же. С Аскади уже выдает урон. Урон террорблэйт. Хороший чайник летает. Подвоем тут же подставляется. Андерворд. Андерворд тоже никуда не должен уходить. Его так же разбирать. Стоит тамба. Две тамбы. Все это время стоит. Их должны сейчас разбивать. И это минус три от команды Дайер. Ай-яй-яй. Как же круто сыграли. Какой шикарнейший ультимейт от Сент Кинга. Я просто в шоке. Но тут просто выше всяких похвал играет СК. Плюс так же МК грамотно подключается. И по итогу минус три от команды Дайер. В разме ни на кого запрягает антимаг. Нет, это иллюзия антимага. Все нормально. Рефлекшн. И теперь. Нет байбэков. Нет байбэков у троих персонажей команды Рэдиант. И почему бы просто не пойти и не сломать им базу. Чем сейчас и занимается команда Дайер. Разбиваются смоки. Но кончается форма у террора. Ай, как же не вовремя. У террора кончилась форма. А у него теперь нет возможности быстро спушить здание. Антимаг. Если поймать антимага. Это практически победу. Нужно попытаться как-то это сделать. Но там уже БКБшка. А БКБшка свежая. А 10 секунд она действует. Скаймага. Видно. Скаймага можно попытаться убить. У него нет байбэка. Тут же вауру. С матч просто с Нинвиза на себя шотган. Но это скорее всего его не спасет. Пытается сделать телепорт. Нужен страх. Да, есть страх. Хорошо Лещ сыграл. Ну и дальше. У Скаймага есть байбэк, кстати. Да, его не будет 120 секунд. Но у него есть выкуп. Это не так страшно. Т2 вышка. Теперь Т2 в миде. Подтягивается сюда СК. Еще нет СФ. У СФ нет байбэка. Есть байбэк только у Андерворда и Скаймага. И хайграунд. Неужели вот так вот просто хайграунд зайдут сейчас команда Дайр? Неужели это переворот? Вау. Если они сейчас выиграют, я просто офигею. Т3 вышка в миде падает. Вынуждены прожимать глиф команда Радиент. И почему бы просто не Т3 тонн? На трон падает у нас там бай. Минус там бай уже не будет в драке. Вынуждены нажимать байбэк Скаймаг. Теряет Т3 вышку, ребята, из команды Радиент. Заходит Антимаг под дабл демажем. Начинает бить Скаймага. Бой. Тускаро, посмотрите, сколько же урона влетает. Под БКБшкой находится Антимаг. Дальше минус один. Минус два уже оформляет. Просто один против пятерых Антимаг. Что он творит? Он просто один всех режет. Тут же подставляется еще СК. Это минус три уже. Антимаг просто в одиночку. Против пятерых расправляется с тремя игроками. И тут же на ультимейте Андерворда все летят на крипов. И это будет просто максимально быстрый пуш делать. Байбэк два персонажа. Тут же подставляется у нас Хекс МК. И тут, скорее всего, можно пытаться убить МК. Есть Питов Маллица. Там БКБшка. Арену можно кастовать. Тут же есть Манта. Можно пытаться как-то драться. Есть арена. Хорошая МК. Начинает бить Антимага. Там нет маны на блинка. Он его просто за маном Бернил. Есть БКБ, разогретый МК, шотган на Антимага. Антимаг вроде бы живет. Его еще форсуют. Антимаг есть мана на блинке. Нужно блинковаться. Да, у блинкового есть Антимаг. Сэф разультовался хорошо. Выдают много урона по ондайнгу. У нас Террор Блэйд. Но тут еще один шотган. Как же Сэмаг сейвит свою команду? Еще есть Питов Маллиц. Питов Маллиц по двоим персонажам. Но туда нет никакого урона. Палка откидывается МК. Сэф Рейзо просто добирает этого персонажа. У него нет байбэка. 122 секунды его не будет. И вынужден байбэкаться Террор Блэйд. Какие же просто невероятнейшие драки у нас происходят. У меня просто взрывается голова. Это реально что-то просто чем-то. Это Скаймаг, который просто всю свою команду по несколько раз вот этим шотганом сейвит. Это просто такая лютая жесть. Антимаг подтягивается. 25 уровень. Муншарда все еще нет, но есть МКБ. Нет, это Террор. Это Террор. У Террора МКБ. Что у Антимага новенького? После покупки БКБ больше ничего себе не брал. То есть 3200 золота у него имеется. Ставится тамбай. И просто заход на хайграунд. Запрыгает Антимага. Еще ставится наперед Сэндр. Тут же подтягивается Скаймага. Скаймаг будет минус. Ондайн. Да, ставится вторая тамбай. Хорошо, их нужно быстро разбить. Запрыгает Антимага. Есть Хекс по Террору. Террор вроде бы должен выживать. Прожимает БКБ. Антимаг нападает на Террора. У Террора нет байбэка. Его нужно моментально убить. И у него скорее всего это получится. Мега-крипы. Подставляется у нас еще Лич. Лич. У Лича также нет байбэка. Это минус 4 от команды Рэддиант. Ни у кого нет байбэка. И мега-крипы для них. И по-моему это конец. Подставляется еще Террор. Тут Питов Малис. Работает Атос. Еще есть конкассив шот. Саймс можно давать шот. Ган доджит хорошо манты. Но падает трон. Падает Т4. Барака уже нет. И просто трон. Просто трон от команды Рэддиант. И это ГГ. Вау. Ну это просто было жестко. Но видим что команды. Икс икс икс. Команда Икс 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 1 2 3. Побеждает в этой игре у команды Тим Даркас. С счетом 62 на 42 за 46 минут. С преимуществом в 13 тысяч золота. Это было жестко. Это реально было круто. Но и по традиции. Для вас комментировал Бэтрикс. Не забывайте подписываться на группу ВК. Ссылочка на которую будет под видео в описании. И не пропадайте. Еще услышимся.